Сразу после дарования Тора, который мы читаем в этой главе, есть последний отрывок нашей главы, написан так, Ивси Вишни сказал, Моше, так скажи еврейский народ, ты видел, вы видели, что я из неба, кими нашим дебатингом, я разговаривал с вами. Лои сасунити, не делайте со мной, эллои хэсвэ лэхзав, богов, серебряных и золотых богов, не делайте. Не делайте эти богов. Мудрецы объясняют, комментаторы Тора объясняют, что тут происходит. Уже говорили, начало, второе речение. Очень подробно написано, что не делайте богов, не делайте идоли, не поклониться к ним, не служить им. То есть почему после этого всего, после детского речения, что Всевишний уже закончил свою речь, потом говорит, знаешь что, не делайте богов, такие золотые и серебряные. Что здесь происходит? Амик давит цитировать наши мудрецы, и он объясняет подробно, что здесь происходит. Говорит, ло тасунь идти, не делайте со мной. Что здесь не делайте со мной? Еврейский народ, они думали, есть бог, конечно, нет два богов, есть один бог, един, Ашем Ахат, конечно, есть только один. Но между богом и нам очень далеко. Наверное, есть какие-то подсредники. Нужно, как же и любое государство, есть царь. А царь не приходит и разговаривает с одним человеком, с простым человеком. Если он хочет что-то узнать про этот человек, он посылает какой-то министр, чтобы он узнал про него. Служба информации, служба безопасности, чтобы узнал про этого человека. То есть информация не приходит прямо с человеком к богу, к царю. То же самое и с богом. Наверное, есть у него тоже система министерей. И так и есть, на самом деле. Всевышний так построил мир, что есть такие подсредники. Но, наверное, надо им тоже делать какие-то знаки золотые, вот это такое, это солнце, например, это луна. И к ним тоже надо обратиться и надо служить им, чтобы получить то, что нам нужно из бога, конечно, подсредники. Мы понимаем, что это тоже начало, ошибка, которая была в грехе золотой теса. Но это не для сегодня. Это отдельная категория. Но это тоже очень связано с этим. Поэтому Всевышний предупреждает. Не делайте такие. Я и ты. Мы прямо. Ими нашимаем, небоятый Михаил. Каждый из вас видел, как я разговаривал с тобой. То есть каждый еврей знает, что он может обратиться сразу к Богу. И не надо делать такие-то подсредники. Не надо делать такие знаки подсредники. На самом деле говорит, Ницив, великий Ницив говорит «Большой хидуш». Мы знаем, что есть молитва в Слихот. В течение Слихот перед Рошана и Мершаном Кипур. И прямо в Йом Кипур, Малышаном Кипур. Есть такая молитва в Слихот. Махни-сей, рахме, махни-су, раха-меха. И Ницив обращается не только к этой молитве, но в том числе к этой молитве. Мы обращаем к тем ангелям, которые приносят наши молитвы к Богу, чтобы он немедленно принесли наши молитвы, наши крыги, наши слезы. Мы обращаем, как выглядят эти ангелы. Великий морал был против этого. Он хотел брать седуру, и он не был против, что мы это читали, потому что выглядит, как это поклонство. Что ты молишься ангелами, ты простишь ангелами, но говорит Ницив, что это не единственное место. И мы встречаем такие моменты, когда как будто мы обращаем, мы обращаем какой-то посредник, чтобы они нам принесли наши молитвы к Богу. Говорит Ницив, что на самом деле это не всегда отрицательно. Не всегда отрицательно. Например, мы в Галуте сейчас, мы находимся, мы понимаем, что мы далеко от Бога. И как принц, сын Бога, сын царь, который он попал в Галуте, попал далеко от царя, у него неудобно обратиться прямо к Всевышнему, к цару, к своим отцам. Он найдет способы, как со близкими людьми к цару, он с ними общается, чтобы они помирились между его и Богом. И мы тоже так и делаем. Ахнису Рахамену, так говорит Ницив. Если бы не Ницив, сложно было сказать, но Ницив, Великий Ницив так говорит. Что мы можем, мы имеем право обратиться к эти ангелы, чтобы они помогали нам помидиться с Богом и принесли наши молитвы, наши слезы, наши крики. Но ни в коем случае делать не в коем случае делать постоянный знак. Не надо постоянный знак. Это может быть временно проблем, которые надо это делать. Но чтобы делать знак, чтобы делать знак, вот это подсредит наше, не дай Бог. Поэтому предупреждает Всевышний нам сразу после Равани Тора никогда не делайте такие знаки. Потому что на самом деле у нас есть при моем связи. Может быть иногда надо будет обратиться через ангелы, но на самом деле идеал, и так и будет навсегда, у нас есть при моем связи. Биспасредник. Потому что ти баниматем нашеем, ти синьеве Бога, а син Бога не требует никаких посредних. Шабашалом.